Горожане жалуются на брошенные автомобили. На одесских улицах, во дворах жилых домов и на тротуарах продолжает гнить автохлам. Еще два года назад городская власть обещала решить эту проблему. Однако дальше обещаний дело не пошло. Жители дома по адресу Бригадная 54 уже несколько лет борются с брошенными авто у себя во дворе. Куда бы жильцы не обращались, автохлам по-прежнему остается во дворе. Обращались изначально многие на сайт 1535. Это очень удобный электронный сервис, который на сегодняшний день быстро и качественно реагирует на наши заявления. В результате все заявления перенаправлялись в три службы реально. Одна служба это полиция нашего города, вторая служба это экологическая служба и третья это представители райадминистрации, которые тоже сегодня здесь присутствуют. И которые опять же отвечали нам о том, что автомобили правильно припаркованы. Я не совсем уверена, что это можно назвать автомобилями, не говоря уже о соблюдении правил парковки, когда они стоят в непосредственной близости от здания. Нарушены пожарные нормы, нормы парковки. И реально, вы посмотрите, они же представляют угрозу, реальную угрозу жизни, здоровью, экологии нашего города. Довольно-таки длительное время уже занимаемся этой проблемой. Пишем различные жалобы, различные инстанции, в том числе и в городскую администрацию, в том числе и в департамент экологии, в том числе и в управление полицией. Но, к сожалению, наши заявы пинают, грубо говоря, из одного ведомства в другое и никто ничего, к сожалению, делать не хочет. Но это дело оставлять просто так нельзя, поскольку, я же говорю, большое количество детей находится, большое количество жителей. Дети, в конце концов, могут травмироваться, дети маленькие, неизвестно, что у них в головах находится. Жильцы дома обеспокоены не только внешним видом придомовой территории, которые отнюдь не придают шармы ржавой развалюхе, но и своей безопасностью. Ведь брошенные машины стали приютом для бомжей, которые, в свою очередь, пугают детей. Жильцы дома боятся отпускать детей без присмотра гулять в собственном дворе. У меня ребенку 5 лет и неоднократно ходили здесь, она любит тут искать божьих коровок. Все, подходили, когда был дождливый день, и там в одной из этих машин лежали два бомжа и, ну, в общем, пытались просто напугать ребенка, чтобы она их не трогала. И поэтому меня, как бы, эта проблема тоже волнует. И когда дети бегают, кидают те же петарды или скачут на них, это как минимум просто не безопасно. Мы писали письма в районную администрацию города, в полицию и столкнулись с полным бездействием прохранительных органов. Учитывая наше состояние экологии в нашем регионе, в целом в стране, мы продолжаем сталкиваться с такими ситуациями, когда сотни машин захламляют жилые дворы города. Невозможно проехать пожарным машинам, каретам скорой помощи. Также это нарушает нормы безопасности, не могут играться здесь дети, то есть оно полностью захламляет двор. Как оказалось, из-за одного человека владельца машины связаны руки сразу у трех инстанций. Ведь в разрезах правовых норм без присутствия владельца автотранспортов полиция не может даже выписать штраф за парковку в неположенном месте. Представитель департамента экологии отказался комментировать данную ситуацию, отвечая, что данный вопрос не в его компетенции, так как эти машины не приносят вреда окружающей среде. Так кто же должен за это отвечать? И каким брошенным машинам еще в 2018 году мэрия объявила войну?